Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 14 декабря. Благодарю вас, приветствую КГБ, бывший Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот меня просто прокомментировать о законе домашнего насилия. Вы знаете, я вам хочу сказать, что тут не так все просто. Проблема вот в чем. Проблема в том, что Россию на долгие годы пытаются втянуть в эту так называемую ювенальную юстицию. Вообще этот спор огромный, он далекий, он давний. Есть такая версия о том, что фактически реформы Никона в 17 веке, это и был вариант унеатства, то есть вариант захвата духовного пространства, католической церкви. Ведь, собственно, кто такой был окружение все Никона, это были выпускники Киевской духовной академии, которая была, так сказать, оплотом унеатства в славянских землях и так далее. И, в общем-то, есть такая версия о том, что истинное православие – это старообрядчество. И, кстати, об этом Пыжиков пишет. Он якобы говорит, что реформы Сталина проводили старообрядцы и так далее. И вот этот вестный спор православия и католиков, которые, так сказать, католики пытаются захватить, ну, скажем так, духовное пространство России, провести реформы образовательные, религиозные, научные по лекалам, так сказать, европейских ценностей и так далее. Ну, что надо сказать, ну, тем не менее, я хочу сказать, удалось отбить ювенальную юстицию. И, в общем-то, так сказать, отчасти сейчас попытки уже не прямолинейные, а такие опоследовательные попытки создать некую систему, похожую на ювенальную юстицию, они ведутся и, видимо, будут вестись. Ну, насколько я понял, смысл-то в чем? У нас есть в законе предусмотренные ответственности за побои, средние тяжести, там, тяжкие телесные повреждения, оскорбления, все это, это. Ну, насколько я понял, там планируются какие-то применители дома создавать, где женщины, подвергающие насилие, будут перекрестать. Ну, наверное, это неплохо. И, наверное, так сказать, как вариант такой имеет место быть, как вариант запустят, что, так сказать, в основе конфликтов будет лежать система договора, суды будут запрещать там мужу, который бьет жену, приближаться. Ну, понимаете, я думаю, что вообще трактовка отношения к семье в России, в православном мире, не в чем-то другое, нежели, так сказать, вот у католиков. Да, я думаю, что русская семья, она, так сказать, в общем-то, достаточно коммуникабельна, и туда никогда никто не лез, так же, как и в общину русскую, туда не лез извне. То есть там давали возможность ей, семье, развиваться внутри, по своим устроям и так далее. В этом плане, вы знаете, есть такая версия о том, что, ведь, когда крестили Русь в 9 веке, да, там есть такое высказывает мнение, что крестили ее по канонам болгарской церкви, да, там, софийского митрополита, митрополитета. Но ведь понятно было, что вот это вот болгарский, софийский митрополитет, там в основном жили арианство, да, это были, вот, так сказать, сторонники ариан, ария. Ну, на одном из соборов вселенских церквей эта ересь была осуждена. Но говорят не так, кто крестили, это на самом деле священники, священнослужители ирландские, да, продячие, так называемые, которые приходили и крестили, так сказать, вот по, они истинно были крестителями, то есть они хотели, у них внутренняя мотивация была какая, они хотели погибнуть за веру. И они шли в неизвестные земли к славянам, для того, чтобы их крестить, понимая, что это пройдет к смерти. И они крестили, а потом уже была, вот, софийская митрополита и с истарианством, потом уже приходили греки и так далее. Первоначально, говорят, крестили именно вот монахи ирландские сюда приходили, приходили умирать, приходили умирать за веру и так далее. Ну, все может быть. Поэтому я хочу сказать, что вот на самом деле сам спасибельствует, в общем-то, и неплохой, но в целом концепция, она закладывается вот такая. Или мы принимаем вот эту ценностную парадигму, да, с однополными браками, с толерантностью к половому многообразию, или не принимаем. Если вы принимаете, то вы входите в этот мир, в европейский мир, в систему европейских ценностей, где доминанта прав и свобод, где... Если вы не принимаете, то вы выстраиваете свою доктрину, философскую, там, правовую доктрину. А вопрос, какой мы будем выстраивать? Ведь, в общем-то, вот мы подсинились целиком, так сказать, вот этой концепции. Да, марксизм мы свой задвинули, мы взяли, так сказать, концепцию прав и свобод за основу и так далее. Нам нужен свой мир. Я предлагал и говорил уже об этом. Кстати, говорили, что когда Ексен правдил реформу, за основу бы она взяла концепцию юридического либерализма, можно было бы, кстати, провести кодификацию наподобие Спиранского. То есть и русское право, даже русскую правду включить, так сказать, в сборник русских законов, тогда бы юристы на юрфаках изучали не столько, как в Англии, создали бы прецедентное право, изучали не только бы кодексы, но и всю историю, так сказать, права России. Тогда бы в судах мы бы ссылались на правду, там, Новгородскую, правду Ярослава, какие-то выписки. То есть она бы, сам процесс был бы более интересный. Как вариант правовой реформы. Но, к сожалению, вот Шахрай и его группа навязали вот эту Конституцию 1993 года. Кстати, по Конституции глава 9 внесение изменений предусматривают через Конституционное совещание. А вот закон Конституционного совещания, он так и не привит. То есть сейчас внести изменения невозможно. Но это к вопросу тонкости. Поэтому в данном случае закон о насилии в семье, ну, вот рассматривать нужно в таком контексте. Хотя формально сегодня все статьи эти есть. Есть и, так сказать, обои, и тяжкие, и средние. Но, тем не менее, вот мы входим или сопротивляемся вот этой концепции европейских, или не сопротивляемся. Если сопротивляется, то что мы даем взамен? А вот здесь проблемы большие. Спасибо, Ваш Бессонов Сергей Борисович.